Проходя новый шедевр от студии Fractional Games, я постоянно говорил себе, какую же отличную игру сделали ребята из этой студии. И в частности это из-за того, что их новая игра не похожа на все предыдущие творения. Не похожи они между собой в основном из-за того, что между работами есть огромный временной промежуток. Конечно, дело может еще заключаться в мелких деталях, вроде нового коллектива, новых идей в голове. Но в любом случае понятно одно, мастерство не пропьешь и в земле его не зароешь. Да, бюджет Сомы не может дотянуться хотя бы одним пальцем до бюджета игры чужой изоляция, но как показывает результат, это не главное. Сома не просто ужастик типа недавно вышедшего Until Dawn, где вам показывали интерактивное кинцо об американских подростках. Сома это самый настоящий хоррор, где атмосфера игры вас держит на протяжении всего прохождения. Где вам приходится много читать, чтобы мозги не атрофировались и где вам приходится блуждать в самых темных и самых жутких местах. Крупный игровой портал Game Awards представляет для вас, дорогие посетители, обзор сурвайвл хоррора Сома. Приятного вам просмотра! Пусть Сома и отличается очень сильно от предыдущих игр авторов, но все же сходства все равно присутствуют. К примеру, сюжетная линия и физика. Об этом никогда нельзя забывать, потому что это некие инициалы авторов, которые они оставляют в каждой игре. Но да ладно, давайте я не буду тянуть, потому что многим уже хочется услышать, какова игра на вкус. Играть приходится за молодого человека по имени Саймон, который становится новой жертвой популярного трюка от разработчиков. Он так же, как и все остальные герои, попадает в какое-то непонятное место и старается всеми своими силами выбраться из этой полной задницы. Причем начиналось все вполне нормально. Саймон ехал на своей тачке вместе с телкой и неожиданно попал в аварию, после чего у него начались проблемы с черепушкой. И вот старина Саймон приходит на сеанс какой-то компьютерной мозгот... Присаживается на кресло, которое больше смахивает на электрический стул. И опаааа! Он оказывается в полной жопе. Вскоре выясняется, что этот парень попал на секретную лабораторию Pathos 2, которая находилась на дне океана. Тут и начинаются все проблемы. Появляются враги-ублюдки, секретики и прочая хрень, которые так сильно любят вставлять свои игры в Frictional Games. Следующей схожей чертой стало управление. Физика и очень простой интерфейс, который не заставляет вас изучать какие-то кнопульки и журнал с писюльками. Перед вами появится просто одна масенькая, еле-еле заметная точка и инвентарь с предметами. Которые достаются уже сами по себе, когда потребуются. То есть, если у вас в руках фало-имитатор, который не исчезает, тогда нужно им воспользоваться. Управление обычное, простое, нормальное. Я не знаю, как еще сказать так, чтобы вы поняли, что играешь без каких-либо напрягов. Свободно. Тебя ничто не за***ет и не бесит. Как, к примеру, в Outlast, когда из перепуга в ответственный момент открывал, либо закрывал сраные двери. Еще порадовало, что можно выглядывать из-за углов. И тем самым следить за передвижением и шаков, которые вас преследуют. Если вы подходите к какой-нибудь панельке, либо рычагу, либо опять-таки к напульке или писюльке, обязательно появляется рука, вместо белой точки. В общем, никаких проблем и дискомфорта. Крути себе мышку, открывай, закрывай двери, б***ь рычажки и разбрасывай механический хлам по помещениям. Еще одна отличительная черта – графика. Я не понимаю одного, почему все начали игру, сравниваясь с чужой изоляцией и при этом обижать. Никто, видимо, не замечал того, какую красотищу создали ребята из Frictional Games. Кому-то игра слишком темная, а кому-то не понравилось, что карты нет. Конечно, извините, что вас за нос не водили, как в чужой изоляции, и вы заранее понимали, зачем вы приперлись на станцию, что вам нужно сделать, от кого спастись и где в туалет можно сходить поссать. Сома – это отличный классический хоррор, который обмазан современным графоном и сюжетом, который заставляет задуматься каждого, кто проходит игру. С вами тут нянчиться и вытирать попку никто не будет. Вас просто оставляют в одиночку и делаете, что хотите. И это просто отлично. По мере прохождения главный герой с жесткой травмой своей черепушки будет натыкаться на разнообразные аудиозаписи, заметки и данные. Благодаря больной башке Саймон может слышать то, что происходило тут раньше. Так что это одна из причин, почему играть в Сому лучше в наушниках на полную мощность. Если кто-то не знает, либо просто не помнит, за пару дней до релиза игры звукоинженеры представили видео, где они сидели около сортира и записывали каждый звук, падающий в унитаз мочи. И все для того, чтобы вы, уважаемые игроманы и посетители нашего канала, смогли полностью окунуться в атмосферу игры. Но все же, для полноты погружения рекомендуем брать тазик с холодной водой для ног. Игра вас будет держать тем, что вы просто даже предположить не можете то, что вас ждет дальше. Ведь вдруг сейчас на вас из-за угла выбежит огромный светящийся механический унитаз. Неопределенность и непонятность в игре делают свое. Да. Но в этом и фирменная деталь авторов. Она была такой всегда, даже в жопораздирающей пенубре, где неожиданно приходилось бегать от подлюки с огромным красным членом. И даже если вокруг вас нет чудовищ, постоянно, сука, происходит какое-то скреже, странные звуки. А еще в моем случае меня часто пугал либо вонючий ботинок, либо какой-нибудь шлем. Так как физика в игре просто идеальна. Я достаточно часто брал всякие детальки, там стулья, вещи и просто все раскидывал. Так вот, как-то раз бросил я шлем, а он начал медленно катиться по ступенькам. Но я-то этого не заметил, что он катится. Поэтому я чуть кирпичный дом не построил от ужасных ударов. А как я убегал? Короче говоря, на протяжении всей игры вы не будете скучать. Потому что будут постоянно трястись либо ляхи, либо руки. Либо ляхи и руки. Отдельно стоит сказать о том подводном мире, который был воссоздан. Он удивительный. Я впервые в игре почувствовал, каково быть на дне океана. Как там глубоко. И если бы не станция, какой мрак тут был бы. Эту тьму, беспомощность и ужас можно сравнить лишь с космосом. Для полноты ощущения рекомендую мне вынимать ноги из тазика. Вообще, когда я оказался в воде, я думал, ну все, тут точно чудовищ не будет. Я же так, блядь, медленно двигаюсь. А, угу. Как же. Их хоть было и немного. Но я конкретно обсирался. Во-первых, я толком не видел, кто это. Я понимал лишь то, что нужно давать по тапкам при каждой встрече. Во-вторых, я не понимал, куда мне бежать нужно. Был сплошной пи***. Но больше всего я был в шоке, когда чудовище меня ловило в комнатушке. Я уже смиренно ложился на постель, чтобы меня поймели. И тут чудо. Некоторые просто уходили, а некоторые мне жопу рвали. Манера поведения каждого монстра совершенно непонятна. И это чертовски круто. Именно поэтому тот же чужой из игры чужой изоляция и рядом не стоит. В Соми вам представляют не совсем стандартный хоррор. И совсем не стандартных монстров. Но все это сделано для полноты сюжетной линии и атмосферы. То есть это было сделано не просто так, чтобы позабавить ваше очко. Тут все в целом продумано. Не обошлось и без стандартных головоломок. Это вам не типичный ужастик. Закрой двери, свали через окно, упади, сломай себе ребра, строй из себя Чак Норриса, а потом в конце скажи бич. Нет. Тут вам потребуется смекалка и внимательность. Эту часть головного мозга нужно сохранять всеми силами. Даже несмотря на то, что вокруг вас творится полный пи***. Предметов в игре огромная куча. Все очень проработано и все можно осмотреть. Практически все можно брать в руки. Ну кроме черной жижи. Вы же не хотите брать в руки черную сперму механических тварей? Первые мои действия в игре были разбросанные по всей комнате вещи. Я просто подходил к полочкам и скидывал все нахер так, будто мне 10 лет и я отшибленный на голову ребенок. В итоге, Сома это самый настоящий хоррор. И кто бы ни говорил, очень хороший и качественный. Графика приличная и ничем не хуже, чем в чужой изоляции. Атмосфера игра постоянно держит за яйца и в любой момент готова сжать их. Главный секрет Сомы заключается в том, что игра и все ее детали строятся не вокруг графики и монстров, а вокруг атмосферы и сюжета. Тут все сделано для того, чтобы вы полностью с головой погрузились в эту замечательную игру. Тупого и бессмысленного прохождения не будет, типа как в Outlast, где приходилось постоянно бегать. Но и головоломки не уровня стазиса. Я могу сказать, что в Соме представлен некий баланс между заумным и тупым. Если вы неровно дышите к амнезии и пенубри, либо вообще к хоррорам, Сома вам точно понравится. И это будет еще несколько часов приятного прохождения. С вами был крупный игровой портал Game Awards. Не забывайте перед прохождением поставить тазик с водой. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и пальцы вверх. Пока!